Мы хотим узнать, по каким критериям подавали сведения в Симферополь о наших квартирах. Я конкретно скажу о нашем районе. Так называемые Сталинские дома по улице Садко, 12 апреля и так далее. Вот наш дом, улица Садко, 4. Лариса Викторовна, я вас очень прошу и товарища Подлепенцева, для любознательностей посетить этот дом и увидеть его внешний вид. Со стороны фасада 6 подпоров. Он кривоватый. Он, конечно, ужасный. Он кривоватый. Со стороны, сзади стороны дома тоже 6 подпоров. Ну, скажите, пожалуйста, как может подлежать к капитальному ремонту дом, который явно уже аварийный? А то, что на сегодняшний день существует комиссия по признанию аварийности домов. Для того, чтобы подтвердить ваши сведения, нужно написать от жильцов или от вашей управляющей компании заявление в эту комиссию, чтобы сделала она обследование и приняло решение, аварийное или неаварийное. Почему услугу я должна платить 20 лет? Мне 70 лет. Представляете, дом будет ремонтирован в 36-м году. Я доживу, я доживу до 100 лет. Российской Федерации платят в том числе жители новых домов, только построенных. Через 5 лет они начинают вносить плату за капитальный ремонт только что построенных домов. Это в российских законах Российской Федерации. Почему люди, которые передают данные в Симферополь, делают неправильное? А мы должны, мало того, что я должна платить, я должна еще переживать, как урежет этот вопрос. Ваши муниципальные унитальные предприятия при старом занятии по ЖКК, не буду называть фамилию, передали 29 тысяч собственников без фамилии. А как это? А вот так. Значит, мы можем пока не платить, ждать, когда придет хорошая, правильная квитанция, я так понимаю это? Я ничего делать не буду, честно говоря.